Продолжение следует... Это ничего не значит. Я вам привела в пример. Эстония управляет Каякалас. Женщина, которая на лицо похожа, как две капли воды, на Владимира Путина. На его дочерей похожа. И вы скажете, что это случайность? Или это его вдруг внебрачная дочь? Я поверю во второе предположение. А вы как? Так вот, все прибалтийские страны управляются российскими спецслужбами. Да, они могут быть и НАТО, и где угодно. Друзья, ну это же цирк. Как говорят, цирк собачий, да? Так вот, это цирк с конями у нас с вами, с прибалтийскими республиками. Они все управляются жесткой рукой советских спецслужб. Если кто этого не знает, то это не имеет никакого отношения ко мне. И просто будьте бдительны. Итак, в Латвии у россиян будут проверять визы и ВНЖ при голосовании на выборах в посольстве. Россиян, так скажем, зажимают в тиски, чтобы все больше и больше их держать в суровых ежовых рукавицах. Ежовые рукавицы, может быть, это от ежовщины пошло, когда ежов начал своими руками душить всякую демократию на просторах Советского Союза. Полицейские пограничники уже получили соответствующие указания. Выборы президента Российской Федерации. Полиция и пограничная служба Латвии будут проверять визы и вид на жительство россиян, которые придут голосовать в посольство РФ на выборах президента. По словам главы Латвийской госполиции Армандо Сарукса, силовые структуры должны убедиться, что граждане России, которые на данный момент находятся на территории Латвийской республики, имеют легальное право на проживание в стране. А это значит, если они найдут хоть малейшую зацепку, они выдворят такого человека из страны. Будьте уверены. Вы понимаете, что капканы ставят вообще для граждан любой страны с двух сторон. Доступ к посольству будет соответствующим образом контролироваться вместе с погранслужбой. Будут созданы пункты проверки видов на жительство и визы. По мнению чиновников, проверки смогут выявить нарушителей, которых быстро депортируют в Российскую Федерацию. А вот министр юстиции Инесса Лебиня-Эгнери заявила, что голосование на выборах президента РФ следует относить к поддержке боевых действий на территории Украины. Министерство оборнауки отказались от идеи подготовки психологов к работе с ветеранами СВО. Спецкурс был рассчитан на студентов психфаков. Найти псих и фак. Такое интересное слово, да? Так слово сложилось. Когда я училась в МГУ, журфак наш находился на Маховой. Это прямо напротив кремлевских стен. А психфак находился в соседнем здании. Тоже МГУ, только здание психфака. Я туда иногда ходила в столовую обедать или еще что-то. Там, кстати, ВИЯК располагался. Сначала это было ВИЯК. Это военный институт восточных языков. Очень много выходцев, которые потом впоследствии как-то не очень нашли себе место в жизни. Институт восточных языков, военный институт. Итак, Министерство науки и высшего образования РФ отказалось от идеи ввести курс для студентов-психологов по работе с ветеранами боевых действий на Украине. Чиновники внезапно не одобрили программу научно-практического института религиозно-ориентированной психологии и психотерапии. При этом предметное содержание уже появилось в базе федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. Как стало известно, программа содержала курсы лекций по традиционным ценностям, ментальным конфликтам и нравственному и безнравственному поведению на войне. Кроме того, согласно содержанию в ГОС, студенты должны были подробно изучать духовно-нравственные ориентиры и иные темы, связанные с религией и историей в контексте спецопераций. В Миноборнауке раскритиковали инициативу и заявили, что ответственный за рассылку этой программы в ВУЗы чиновник уже уволен. Вуаля! Ну, я хочу сказать вам, с этими людьми бесполезно будет работать. Они уже сломаны, через колено переломлены, их психику не восстановить. Как поступала советская власть с ними, с афганцами, помните, как поступили? Все будет и в этот раз. Все то же самое, даже похуже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...